Здарова чуваки, это Прил и сейчас я расскажу как двигаться в пабге. Каждый хоть раз при наличии девайса, умерев в мясе или посереть поле, думал что причина возврата в лобби в том, что соперник его перестрелял и начинал винить себя за плохой контроль отдачи или плохой аим. Да, порой дело в плохом аиме, но зачастую проблема кроется куда глубже, в передвижении и разных мувах. Аим можно тренировать, а вот движение нужно понять и только после этого приступать к каким-то тренировкам. 1. Понимание местности. Допустим, что вы точно знаете, что здесь дверь. Вы в нее вошли, но выходя назад спиной, вы ударяетесь об дверь, об проем, уходите куда угодно, но только не туда, куда нужно. Понимание и ориентацию в пространстве нужно тренировать. Вы должны полностью чувствовать СО персонажа, чтобы таких вещей не случалось. 2. Open field и перебежки. Находясь вне зданий, одним из обязательных факторов выживания служит перемещение от укрытия к укрытию. Конечно, не нужно понимать это буквально, просто всегда нужно держать какой-нибудь камень или дерево под рукой, чтобы в случае огня можно было уйти в сейф. 3. Движение по прямой. Бежать по буткемпу, по опенфилду, по горе, да где угодно, просто прямо – это ошибка. Всегда и при любом раскладе можно и нужно двигаться по диагонали. Нет смысла объяснять, насколько вы сладкая булочка, если выходя в любой коридор или подходя к окну или перемещаясь на опенфилде, вы бежите просто по прямой траектории. 4. Стрейфы и чеки. Стрейфы и чеки углов нужно делать изначально представляя, где может быть противник, и быть готовым не стреляться, а показав треть туловища сразу же отходить и не соваться туда еще пару секунд. Если вас угораздило вывалиться из-за угла, то придется не терять времени, а на шефте бежать к следующему укрытию. Если вы поняли, что ситуация провальная, всегда есть шанс, что вас не зааимят до конца и вы останетесь живы. Это работает не всегда, иногда проще постреляться, но мы рассматриваем вариант заранее невыгодной позиции. 5. Приседания и смена направления при беге. Ничто лучше не сбрасывает прицел с вашей тушки, как резкие приседания и смена направления при беге. В любой ситуации заведите себе танец, серьезно. Приседания и смена направления уместны в любых моментах, кроме тех, когда вы бежите по прямой в зону, или поднимать тиммейта, или на любую другую срочную встречу. В остальных случаях перемещаетесь ли вы от укрытия к укрытию, или мансите, или просто чекаете новую полянку, пробежал, присел, сменил градус, повторил. Уточню только одно, чем ниже скилл стреляющего по вам оппонента, тем выше шанс получить во время приседания в голову, но для этого мы и добавляем смену направления. 6. Сброс траектории стрельбы. Если вы вышли из-за холма и вас начинают резко прессовать, вы просто пятитесь назад или разворачиваетесь, но куда разумнее резко наклонить мышь вниз, чтобы управлять персонажем и закономерно нагнуть голову и верхнюю часть тела. Таким образом, при тех же перебежках вы дадите возможность врагу выстрелить в вас, но когда вы поймете, что все плохо, перестанете давать такую возможность, полностью убрав голову из его прицела. На скорости это никак не повлияет, нужно лишь иметь удобную сенсу и немного практики, чтобы привыкнуть к камере в пол. 7. Уход из-под огня. Если вы под огнем добрались до укрытия, вас легко могут поймать, затаймив выстрел в небольшую щель между вами и этим укрытием. Потому что большинство игроков начинают думать, а я уже в укрытии, все, а следующего выстрела уже не будет. В первую очередь, если вы смогли домансить до укрытия, мансите до последнего. Ну знаете, как на занятиях спортом? Когда человек бежит 100 метровку, он не снижает скорость перед финишем, а пробегает финишную черту на полной скорости. Здесь тоже самое. Заходить за укрытие нужно тоже, использовав мансы и уклонения. 8. Проход узких мест. В текущих реалиях проход узких мест, например, мейн коридора на буткемпе, разумнее осуществлять только прыжком на скорости. Это гарантирует вашу сохранность путем открывания только ваших ног, и какой бы бог игры не сидел по ту сторону. Но помните, чем шире этот переход, тем хуже становится прыжок. К делу надо подходить осмысленно, и прыгать только там, где после прыжка не придется сразу целиться в соперника, ибо возврат прицела после прыжка к центру экрана никто не отменял. 9. Смена позиции. В каком режиме бы вы не играли, всегда меняйте свои позиции и следите за тем, чтобы вас не ловили на перетяжке. Если нет возможности поменять позицию, попытайтесь создать какой-то спейс и все равно ее сменить. С каждым днем люди учатся кидать гранаты все эффективнее. Помните об этом, просто уходя за камень, подхилиться после пары пиканий. 10. Раш. Рашить тоже нужно исключительно на сейве. Когда вы поняли, что собираетесь зарашить противника, рисуйте в голове путь, по которому побежите. Думайте, куда вы сможете деться в случае резкого выхода противника. Если на вашем пути опенфилд, например мост на буткемпе, заранее готовьте себя мысленно начать стрелять в одно из окон. Мозг так устроен, что после такого искусственного буста, о котором вы подумали заранее, мозгу будет в 100 раз легче навестись на эту область, и вы дадите такой спрей, который сами от себя не ожидали. Просто попробуйте. 11. Самое главное. Осмысленное движение – это самое важное в игре. Осмысленно двигаться куда бы то ни было. Если вы бежите просто так, даже все чекая, вы можете попасть в крайне сложные ситуации, начиная с того, что вас зажмут в маленьком доме, без возможности соевого уйти, заканчивая попаданием в бутерброд. Всегда задавайте себе вопрос, зачем я туда бегу, что я хочу там найти или что я хочу оттуда чекать. Это решение многих глупых смертей в игре. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими наблюдениями за другими игроками. Бывало ли такое, что вы видели ну совсем лютого профессионала, просто смотря за тем, как он двигается? Если ролик вам понравился, не забудьте поставить лайк. Ведь мало того, что это очень сильно мотивирует выпускать ролики, так это еще и помогает развитию канала. А чтобы не пропустить следующие ролики, подписывайтесь на канал. На этом ролик подходит к концу. Тренируйтесь, побеждайте и увидимся в следующем видео.